Уважаемые президенты, уважаемые коллеги, на самом деле презентация подготовлена в плане именно мнения хирурга относительно комбинированного лечения при первой В2 стадии. Но что мы можем вам представить, это наши результаты относительно клинического ответа категории пациентов, которые получили неодевантную химиотерапию по схеме доксорубицинс из плотин, и ответ составляет 84%, 11%, полный ответ 73%. Это частичный ответ, то есть демонстрирует хорошую химиочувствительность данной категории опухоли. И, соответственно, хирургическое лечение в случае такой чувствительности мы проводим у 80% пациентов. На настоящий момент большинство пациентов, которые мы наблюдаем, они находятся без признаков заболевания и характеризуются хорошим качеством жизни. Что хочется сказать относительно первой В2 стадии, это наиболее, на самом деле, клинически интересная для нас стадия. Это в основном молодые пациентки в периоде 44-х, примерно 40 лет, социально активные пациентки. И на чем хочется остановить внимание, что по практически всем рекомендациям, начнем с рекомендаций ФСГ Европейского общества онкогинекологов, основная стратегия сейчас должна основываться на отказе от комбинации радикального хирургического лечения и послеоперационного курса лучевой терапии, потому что повышается частота осложнений и, соответственно, нет достоверных преимуществ в плане выживаемости пациентов. И рассматриваются различные варианты модальности лечения, в том числе выполнение неодевантной химиотерапии с последующей радикальной хирургией. Мы видим похожие рекомендации нашего российского общества онкогинекологов, отказ от комбинированного хирургического лечения и лучевой терапии, и описывают тоже варианты лечения. И мы не можем здесь упустить момент, который касается неодевантной химиотерапии с расширенной экстерпацией матки с придатками по классификации пивер. Рекомендации ЭСМА, они, в принципе, разделяют первую Б-стадию, относят ее как к раннему раку шейки матки, так и к местно распространенному раку. И, соответственно, достаточно сложно нам определиться конкретно, к какому пути нам следует идти, и нужно очень тщательно индивидуализировать лечение у каждой пациентки. И мы также видим возможность применения неодевантной химиотерапии с последующей хирургической лечения, описывают возможность применения неодевантной химиотерапии перед лучевой терапией. Рекомендации НССН-гайдлайн, они максимально современные сейчас, основываются они на новой классификации ФИГО, но если мы посмотрим, то первая Б3-стадия означает размер опухоли более 4 см, что, в принципе, колерирует с первой Б2-стадией при классификации ФИГО 2014 года. Поэтому, если посмотреть на рекомендации НССН, то у пациентов с первой Б3-стадии возможно применение такой модальности, как неодевантная химиотерапия с последующим радикальным лечением. Из схем, которые мы можем посмотреть, с 1983 года доказана химиочувствительность опухоли шейки матки, и практически во всех химиотерапевтических комбинациях встречается препарат цисплатин. В монорежиме он показал наименьшую эффективность, если мы сравниваем его с комбинированными платиносодержащими схемами. Хочется отметить... Вот основные такие моменты. И в плане дозы интенсивности мы можем убедиться. Это рекомендации Кохрановского метаанализа. Ожидаем все результаты ИОРТСИ. В общем-то, есть предварительные результаты, которые опубликованы, но это только тезисы на АСКО. Поэтому единственное, что стоит отметить на настоящий момент, что пятилетняя общая выживаемость в группе пациентов неодевантной химиотерапии и операции, она сопоставима, то есть нет достоверной разницы между выживаемостью пациентов, которые получили радикальный курс химио-лучевой терапии. Поэтому мы ждем в основном все данные и результаты, в том числе прогностические факторы, которые нам помогут, может быть, лучше стандартизировать лечение данной категории пациентов. Большое спасибо за внимание.